День защитника Отечества И вот в этот день нужно отдать дань памяти российским солдатам, десантникам, офицерам, которые погибли за понюшку табака. Они гибнут во всех странах мира. Они гибнут также и на территории Украины, России, ДНР и всяких других таких вот новообразований, где сводят счеты или просто отрабатывают свои деньги некие компании. То на Кавказе, то в Чечне, то еще где-нибудь на Донбассе, то еще в Абхазии, Грузии. Кладбища переполнены. Все молодые парни там лежат. Итак, российский десантник сказал. Слушай, ты не надоело убивать солдат наших? И об этом говорят во всем интернете. Нас в Украине нет, да все наши кладбища переполнены могилами парней. Ты врешь, что на Украине наш солдат нету. Мы там умираем. Убирайся отсюда. Российские десантники восстали против Путина. Это статья 22 февраля 2018 года. Скриншот я выкладываю. Российский десантник, старшина ВДВ Российской Федерации Асхаб Алибеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Донбассе и добровольно отстать от России. Слушай, Путин, Владимир Владимирович, оставь Россию в покое. В сети появилось видеообращение дагестанского десантника Асхаб Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину. Военные требуют от Кремля прекратить войны на востоке Украины, Сирии и откровенно рассказать правду о событиях на Донбассе. Пишет интернет-газета. По словам вот этого молодого десантника, все кладбища переполнены молодыми парнями. Это на Донбассе и в Украине. По его словам, он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил, молодых людей. Это все ты сделал, ты со своей командой, говорит Алик Беков. Ты все сделал, ты, Владимир Владимирович, со своей командой сделал так, чтобы пол России умерла. Он также не отрицает, что после публикации видео с ним может произойти несчастный случай, но говорит, что готов к подобному развитию событий. Я к десантникам обращаюсь, после этого видео я знаю, со мной может что-нибудь случиться, да я ложил на все это. Также он обвинял Путина в разжигании ненависти против братского украинского народа, армии Украины и стремлении уничтожить всю Россию. Недавно стало известно, что на тайном совещании в Кремле обсуждали вопрос ликвидации ветеранов Донбасса в Сирии. Тем временем жители Донецка требуют от Путина вернуть их и Крым в Украине. А в Мюнхене на конференции говорили о том, что пока Путин находится у власти, конфликт на Донбассе не будет решен. Но еще раз прочитаю вам и хочу обратить внимание ваше. Смотрите, недавно стало известно, что на тайном совещании в Кремле обсуждали вопрос ликвидации ветеранов Донбасса в Сирии. А я о чем вам говорила в предыдущих роликах? Я сделала уже четыре ролика на эту тему, на тему сирийского конфликта. О том, что в Сирии воюют бойцы ДНР и о том, что отдан приказ на ликвидацию, на ликвидацию всех бойцов. Их в Сирии специально положат. Понимаете, Сирия для всех бойцов будет братской могилой. Потому что их, этих бойцов боятся внутри России. Отдали приказ на ликвидацию. Все бойцы должны быть ликвидированы. И я хочу сказать позор тем генералам, которые знают об этом. А знают об этом многие генералы. Ведь информация просочилась. И что вы думаете, я вот сегодня узнала отсюда, вот из этой заметки, об этом тайном совещании. Да нет, конечно. Я, когда начала говорить об этом, то все было уже понятно. А это было неделю назад. Посмотрите мои ролики и убедитесь в этом. О том, что я говорила, а статью вам читаю только сейчас. И статья вышла 22 февраля. Где говорится о том, что в Кремле обсуждали вопрос ликвидации ветеранов Донбасса в Сирии. Это так и есть. Так что, парни, все, кто трехсотые, бегите по домам. Вряд ли вы выйдете из госпиталя. Бегите по домам и защищайте свой собственный дом. Я надеюсь, что у вас хватит сил защитить свой собственный дом от вот этой поганости, которая вокруг творится. Понимаете, что вы ловите в Сирии? Чей интерес вы там бережете и защищаете. Но смешно. Зарплату или там сколько? На 11, мрот. А какие цены? Ты посмотри, какие цены. А какие-то мешки с золотом, кощей бессмертного. Да оно вам надо. Но вы даже себе представить не можете, как будут думать о вас ваши сыновья, если вообще они выживут, ваши сыновья, в ваше отсутствие. Он делает все, чтобы население России было бедным. Или может быть их также обработают следующие генералы, старики, такие деды. Они обработают ваших сыновей. Молодых пацанов, потому что им жизни нет. И приводя вас в пример, как героев, героически погибших в пустынях Сирии, за заводики свечные повара Путина. Скоро заживем по-новому и свечной заводик свой заведем. Смешно. Действительно смешно. И противно. Противно, что мы живем вот в такое время, когда нет никакой ответственности ни перед народом, нет государства, все разрушено. Но об этом в следующих роликах. Я Таня Карацуба Сиитбурхам. С днем защитника Отечества в вас и ваших матерей, солдаты, по которым матери льют слезы. Я к десантникам обращаюсь. После этого видео, я знаю, со мной может быть что-нибудь случится. Да я ложил на все это. С днем защитника Таня Карацуб. С днем защитника Таня Карацуб. Субтитры создавал DimaTorzok